Около вокзала строят. Здесь был специальный стадион большой. Все это убрали. Дома строят. Вот у них кран. Один кран, второй. Вон там третий, четвертый. Я не знаю, больше может быть. Это вот все здесь около вокзала. Столичный отель. Видимо, так и называется. Вот эта стела какая. Ну, тут, видимо, не разберешься, что нарисовано. И можно показать, а это слышит. И вот, мать, прощаюсь. На фронт отправляет. Вернется ли он домой. Если только в первые годы. Вот как. Вот все это заложено. Плитка. А тут какой-то был. Театр или как назвать. Вон он. Вокзал. Вокзал. Сейчас должна температура вот сколько. 8-13. Сейчас должна быть 4 градуса в сердце. Сегодня 21 апреля. Я мог бы зайти туда. Я уже как-то показываю. Там имена, имена, имена. И горит огонь. А здесь земля с городом героев, которым присвоили это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три, четыре, пять, шесть, семь. 13 городов. Вот. Можем все это показать было бы. Ну, тут недолго сойти. Я сейчас сойду. Меня интересует стройка. Вот он. Почему два крана прямо рядом стоят? Непонятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кранов. Да на таких тоненьких стоят ножках. Вот как мне разобьется. Страшно смотреть. Вот так. Что тут написано? Священная земля. Смоленск. Под Смоленском моему отцу руку оторвало. Вот это звезда пятиконечная. Земля. Тут ничего нет. Москвы. Вот так даже. Священная земля. Брест. Брестская крепость прославилась там. Там этот майор. Майор сейчас он не назовем. Сталинград. Сталинград. Какие имя Сталина не популярны. Священная земля Одесса. Город-герой, видать. Развезда есть. Одесса. Земля Тулы. Тулы в этом. Я обратно пойду и занесу. Вот что так написано. Вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Видишь как? Вспомним. Если загробной жизни-то нету, никому это и не надо. Надо верить в Бога, во Христа, что спаситель умер из-за них. Памяти барнаульцев, погибших в Великой Отечественной войне. А, барнаульцев. Только барнаульские. Посвящаются. Страшно сказать, сколько мужиков погибло. Как говорят статистика, за каждого немца пять с половиной голов приходилось. Я маленько только зайду и не иду. Шадрин такой-то, такой-то. Вот она где. Я как-то считал здесь, сколько тысяч. Ужас. Даже на Баку, которая и то. Вот я медленно поворачиваю. Туда не пойду. Это все равно все не покажут. Да и никто не знает. Вот, около вокзала. Оттуда заходят люди. И вот это именно человек придет. У меня три дяди у Бастеменцевска района. Щунаревы. Макар, Филарет, Эммануил. А отец у них был Егор, значит, Егорович. Ну, где-то есть они или нет? Вот что есть. А еще-то не вижу. Тут огонь когда-то горел. Ну, видать, не нужен. Вот это приступил, цветочки там к этому вот. Вот это вокзал. Вокзал идет. И вот какая плитка, как наложено, кругами. А вот он, где огонь горел. Ну, видимо, посчитали не нужно. Земля взрыхленная под ним. И вот она, горелка была здесь. Еще там сумка полевая медицинская. Ну, так что-то и есть. А вот с буквы А. Абрамов первый, так и дальше. Барнаульский это. Вот что. Даже, ну, может быть, край. Еще раз посмотрим. Я выхожу отсюда. Памяти барнаульцев. Барнаульцев. Херщик. Новороссия. Новороссийская. И везде звезды. То есть советская еще была символика. Земля. Севастополь. Нам везде пришлось проехать в миссионерской поездке. Мы это видели. Минск. Ну, Белоруссия где. Батька. Там. Александр Григорьевич Лукашенко. Я его считаю лучшим президентом. Не только в Европе, а, может быть, и в Минске. Ну, место такое. Белоруссия. Белоруссия. Мурманска. Там я кто захватил, или нет? Ну, да. Киев не захватил. Не захватил. Белоруссия назад. Священная земля Киева. А то скажут умышленные. Минск, Киев. Это рядом. Белоруссия. Ну, это Мурманс. Портовый порт. Мурманс. Ну, вот так. Поднимаюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Сколько ступенек? Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И тогда вот это Стелла. Сейчас мы еще, я и поснимаю. Это, я иду тут к своей сестре. Татьяне. Вот как оно все здесь. Это главный театр. Кинотеатр Мир. Вот оно что. Не знаю, видно или не видно будет. По-моему, сорок. Первое, что тут. Вот так. О, еще тут сделали. О, голуби тут. Ёлки растут. Березы довольно сильные, уже большие. Еще какие-то сады подсаживаются. Вам, героям, защитившим Отечество от благодарных потомков в честь 50-летия Великой Победы. Героям. Это, видимо, герои... Ну, герои Советского Союза, я понял. Так. Можно мне тут заходить? Это как ковер тут послан. Это я по ковру как бы иду. Вот они, герои Советского Союза. У-у-у, сколько их. Это героев. Вот это да. Этих надо показать. Они с чем-то отличились. Не всех же героями делали-то. Герои Советского Союза. Ну, вот герои Советского Союза. И, наверное, посмертно, которым тут есть, давали. Там, оттуда еще раз-то схожу. Может, никому и не надо. А может, кто и встретит своих. На всякий случай можно сохранить. В жизни все меняется. Могут и это закрыть. Вчера, где-то что-то их ломают, выбрасывают. Это герои Советского Союза по краю или не написано? Или в Барнауле столько героев? Герои Советского Союза. А может, это со всей страны? Вот Ладожки нашел порченый рядом. Или Мануила. Защитившим Отечество. У меня мысль такая приходит, что это со всего Советского Союза было. А ты видишь, как искусственный, как венок, звезда и шветочки. Три шветочка. Все святой троицы. Герои Советского Союза. Полные кавалеры Ордена Славы. А, вон где. Это да. Ну, конечно. Это столько не может быть в одном городе. Это же много. Ну, так война шла не один день. Но все равно. Советского Союза. Видимо, и такой герой Советского Союза. И эти жители Советского Союза. Я не знаю точно, как сказать тут. Кого-то надо спросить. Что-то они не написали. Дождик маленько моросит. А, вот герои. Это что? Полные кавалеры Ордена Славы. Это, видать, нисколько не меньше героев Советского Союза. Если трижды одним орденом. Ну, ой-ой-ой. Вот встретиться бы с ними. Какие они были. Верующие, неверующие. Где они сейчас? Лапин. Лапин. А лапки на метр. Лапки натоя. Я не герой. Вот так. Я иду, куда не дойду. Вот так в сторону, как все снимаю. Все. А дальше что? А дальше что? Ступеньки, видать. Можно сойти вниз. А нет, ступенек нету. С обратной стороны только получилось. Я обошел. А тут все елки в кучке стоят. Это деревья, видите, березки как в кучке стоят. А что туда пойдут? Я здесь сойду. Вот оно, как подстриженные елки стоят. Елочки маленькие. Видимо, они такие и будут маленькие. Пушистенькие. Но тут еще не успели. Зима прошла. Поградили. Что-то много слишком поврежденных топливок. Надо было поменьше сделать, видать. А может, неутоптанная земля была. Вот. А здесь... Это не повидать. Вот это я не знаю, что это за деревья. Не клён же. А кто его знает? А, ранетка. Вон оно. Ранетка. Яблочко. Такая маленькая. Ранетка. А вот Таня от Янина. И как же, что есть. А вот как они ставили на вертолете. Вот это вот. Часы показывают. Ну, сейчас, наверное, уже не идут они. Там, вот, счастливые часов не наблюдают. В этом здании моя жена, Надежда Васильевна Лапкина, Шадрина. Она здесь работала. Когда меня посадили, она работала технически. Уборщица. Отобрали ведро, тряпку и выгнали. Советская власть. Народная была власть. Всё для народа. Тут какой-то у них был. Сейчас я его не назову фамилию даже. Не узнав, что меня когда-то судили. Как он ко мне приставал всячески показать себя патриотом. И вдруг его обнаружили. В нем такое осчислено. Его арестовали сразу. Ну, сколько машин-то тут. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...